Ребята, всем привет! Это Денис. Небольшой видео-апдейт о том, как у меня обстоят дела, как обстоят дела с эмиграцией в Великобританию для украинцев по программе Homes for Ukraine и так далее. В общем, в двух словах, прошлая неделя была очень загружена. Я очень рад, что мои последние видео просмотрело уже так много людей, и что вам это полезно, и что многие люди пишут спасибо и находят ответы на свои вопросы. Под видео тоже было много очень комментариев. Я стараюсь отвечать как можно подробнее и скорее, поэтому пишите, будем стараться отвечать. Извините, если иногда это получается с задержкой. Как получается, так получается. И тоже в Инстаграме личка была просто мне завалена. Опять-таки все, сам не успевал, поэтому мои друзья начали мне помогать. И я очень им благодарен. Спасибо Настя, спасибо Веронике за то, что вы помогаете тоже менеджить это все и организовывать. По поводу личных апдейтов, то я на прошлой неделе ездил в Лондон. В Лондоне было очень классно. Я буквально съездил на один день на собеседование, на работу. Но погода изменилась очень быстро. Я когда уезжал с Ливерпуля, в Ливерпуле было почти 20 градусов тепла. Я гулял практически в одной футболке на улице. Поехал в Лондон в одной кофте. Приезжаю, а там плюс 2 градуса тепла. И практически морозы. Короче, было прям очень холодно, но... Но все равно, Лондон порадовал. Вот я опять вернулся в Ливерпуль. Работаем активно над помощью украинцам и так далее. И плюс у меня тут есть еще другие ответственности, которыми нужно заниматься. Поэтому как-то так. Неделя очень интересная. И есть пару апдейтов по поводу программы Homes for Ukraine. Мои друзья получили наконец-таки ответ по визе. И это одна семейная пара. Они ждали... Не скажу сколько, я запишу об этом отдельное видео. Но они ждали не очень долго. И наконец-таки получили позитивный ответ. И уже скоро будут приезжать сюда. Но это только одна буквально семейная пара, кого я знаю. Все остальные, кого я знаю, они до сих пор еще в ожидании. Поэтому я сниму об этом видео еще позже. О апдейтах и о тех людях, которые получают сюда позитивные ответы. Я слышал, что государство сейчас очень загружено. Они, конечно, ожидали, что будут давать ответы по визе намного быстрее. Насколько я понял, то есть там говорили буквально несколько дней. Может быть неделя максимума. Но я знаю, что некоторые люди уже ждут две недели. Может быть там две с половиной недели. Поэтому, ребята, если вы тоже в ожидании, если вы поддались на эту программу, то не переживайте, все будет. Просто нужно немножко подождать, запастись терпением. И я думаю, государство обрабатывает как можно скорее все ваши заявки. Окей, друзья, всем привет еще раз. Я сейчас находимся в моей церкви, тут в Ливерпуле. И я хочу вас познакомиться с семьей, с моей церкви. Это как я хочу захостить украинцев у себя дома. Пошли. Привет, Кэлли и Джон. Привет, Кэлли и Джон. Они сейчас встретились? Да, да. Может, они пришли сюда? Да. Мы встретились Кэлли и Джон, мои друзья. И Кэлли и Джон хотят потенциально спонсорить и хостить Украинцы. Может, вы можете рассказать больше о себе и о том, что вы думаете? Да. Да, да. Да, да. Мы родились, конечно. Мы родились. И, конечно, мы сердимся, от того, что мы видим, что происходит в Украине. И мы просто находимся в том положении, что, если это было нас, мы хотим, чтобы кто-то отвечает и помогает нас. Мы любим семьи. Мы любим люди. И, если мы думали, что мы могли бы дать безопасность, семья, любовь, чтобы кто-то приехать, чтобы они собрать себя, чтобы они собрать, чтобы их поддержать, то это будет привлечь для нас. Потому что мы все хотим, чтобы кто-то сделать это. Да. Это маленький мир, да? Да. И мы должны подходить к нам. Да. 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 Спасибо большое. Спасибо большое. Это очень, я думаю, очень полезно для моей страны сейчас и для Украинцев. И я слышал, что есть много семьи, как Джон и Келли, вокруг этого страны, которые хотят спонсировать и хостить Украинцев. Например, если кто-то придет к вашему доме. Да. Как это будет выглядеть, чтобы жить с тобой? Какие аккомодации будут выглядеть? Да. Итак, мы обоих больных. Мы просто нормальная семья. И у нас есть дочь и сын, которые живут с нами в различных временах. И мы бы просто предложили комнату, комнату, для кого-то. Мы также тут много. Так что мы тоже хотим за счет другого. Мы, за счет другая, с нами. Мы делаем наш дом с нами, с нами. Думаю, с нами. Подоверите наш дом с нами, и на территории жизни с нами, если вы хотите. Мы просто не поближе, отсюда. Вон, близко к Ливерпуле. Вон, близко к много обычных, в одной стране. В городе много людей из разных народных по странам. Это очень relation. Мы бы хотим вам быть подоганным. Спасибо большое. Спасибо большое. Так что, я ждала, чтобы вы пришли к нам и пригодить. Спасибо, Джон и Келли. Спасибо, приятно. Все, благодаря. Ну так, как я уже сказал, есть много разных семей, которые очень хотят принимать украинцев дома, которые хотят помогать. И если вам еще не ответили, то просто ждите, дайте немного времени, чтобы вас нашли, чтобы вы нашли кого-то, и все будет хорошо. Если вы не можете найти себе спонсора, то напишите мне, мы попробуем вам помогать. Я буду очень рад видеть всех вас украинцев, мои любимые друзья, тут в Ливерпуле, в Лондоне, в других местах. Поэтому приезжайте, если мы с вами еще не знакомы вживу, то я буду очень рад познакомиться с вами. И продолжайте писать ваши комментарии под видео, ставьте ваши лайки. И если я не отвечаю в YouTube, то пишите мне в Instagram. И особенно если у вас есть какие-то конкретные особистые запросы, там, с пошуком спонсора, то сразу пишите мне в Instagram. Будем отвечать, какого-то оперативнее. Всем хорошего дня, все будет в Украине.